Через неофициальные источники и телеграм-каналы путинских военкоров мы уже давно слышим осторожную критику командования Министерства обороны. И вот тут случилось, что случилось. С нами Аббас Галямов, политолог. Обсудим, что это вообще такое было. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну, собственно, первый вопрос. Действительно ли могла идти угроза от командующего 58-й армии? Или это просто после мятежа Пригожина Путин уже перестраховывается и всех недовольных вычищает? Ну, собственно говоря, в критике ведь угрозы как таковой нет. Он же не бунтовал, не призывал свернуть режим, не призывал даже уволить Герасимова. Но он говорил, что плохо там снабжаются войска, что-то там с контрбатарейной борьбой неправильно. Так ведь? Поэтому я здесь основания кидать, что там какая-то угроза для системы в этом заключалась, я не вижу. Я думаю, ну, это просто реакция нервничающих Герасимова и Шойгу, которым теперь везде мерещатся бунты, которые пытаются... Ну, они понимают, что их авторитет опустился до уровня Плинтуса. Ну, и пытаются вот с помощью административных рычагов эту проблему решить, ну, то есть компенсировать вот эту... Нехватку уважения компенсировать жесткостью. Как-то так. Ну, про жесткость и нехватку уважения меня вот еще в этом огромном войсе поразило то, как генерал с позывным «Спартак» обращается к своим подчиненным. Он их называет там и гладиаторами, и мои дорогие, и вот я за вас все на свете отдам. Это как-то звучит очень нетипично, если мы говорим о российском генерале. Он обычно вот не так все-таки общается со своими подчиненными, ну, в нашей голове. Как вы считаете, это из-за чего вообще такое случилось? Что произошло с речевым аппаратом генерала Попова? Ну, он же лишился должности. То есть он внезапно низвергнут с Олимпийских высот куда-то там в Тартарары. И вот он судорожно пытается нащупать почву под ногами. И Пригожин уже создал прецедент. На самом деле, Пригожин во всем виноват. То есть Пригожин открыл ящик Пандоры. Теперь такие генералы, в принципе, пойдут... Вот если система что-то такое радикальное не претенет, чтобы остановить этот процесс, такие генералы сейчас пойдут потоком. Генералы, полковники и так далее. Потому что Пригожин, по сути, предложил модель решения хотя бы части проблем в ситуации общего кризиса. То есть война проигрывается, да, и ты хотя бы с себя можешь ответственность снять, вот перейдя в такую публичную оппозицию по отношению к дискредитировавшему себя армейскому руководству. Вот. И поэтому вслед за Пригожиным пошел этот генерал, значит. Ну и вслед за Пригожиным он пытается вот нащупать почву под ногами с помощью, ну там, поиска сторонников. Ну то есть как вот Пригожин гордится имеющимся, якобы имеющимся в Вагнере, там, таким демократическим началом. Совет командиров у них, знаете, как Совет племени, вот у первобытных людей. Вот у них Совет командиров такую же функцию исполняет. Вот такая первобытная демократия, знаете. И вот этот генерал тоже пытается в этом же направлении идти. Ну а на что еще опираться? То есть всю жизнь он опирался на административные рычаги, на ту власть, которая дает ему должность. Вот он должности лишился. Ну вот он пытается теперь апеллировать к людям, но это не от хорошей жизни. Проще говоря, вот пинка под зад получил, поэтому засуетился, забегал. Как-то так. Бас, вот вы говорите, что если Министерство обороны и Путин не примут каких-то действий, то таких генералов будет все больше. Какие это могут быть действия? Запугивание или наоборот ласка? Что поможет, кнут или пряник? Значит, Маккиавелли по этому поводу вообще замечательную вещь сказал когда-то, вернее не сказал, написал в своем государе. Значит, для государя главное не менять, ну близко к тексту цитирую почти дословно, для государя главное не менять своего поведения, если что-то случилось. Потому что если что-то произошло и он слабеет, то зло делать поздно его уже не испугаются, а добро делать бесполезно, потому что его сочтут вынужденным и ему не поверят. И в этом смысле вот то, что Попов там пытается подольститься своим бывшим подчиненным, ну вряд ли ему поможет. Это то же самое касается и Путина. На самом деле и кнут, и пряник сейчас работать будут уже так вот, знаете, через пень-колоду. Он оказался в очень сложной ситуации в этой связи, потому что, чтобы остановить вот этот поток, ну конечно можно попробовать, и система привыкла так вот именно поступать, ну прям взять и закатать этого Попова в асфальт. Осудить его сейчас вот по статье о дискредитации армии, дать ему, как Горинову, там 7 лет, или там 10 лет, вот, и такие прецеденты уже есть. И вот, значит, на всю страну, и чтобы все видели. И тогда, да, может быть, следующий Попов подумает, делать ему это или нет. Но, понимаете, у этого действия есть оборотная сторона. Ведь общество, в том числе и вот те группы, на которые опирается власть, вот эти вот, значит, патриоты, они же это воспримут негативно, они это воспримут как то, что, ну как то, что вот человек там честно сказал правду, да, его за это в асфальт закатывают. Ну, то есть, получается, что прав Навальный, диктатура у нас, да. Вот до сих пор пока все репрессии, ну да, вот смотрите, с их точки зрения до сих пор репрессии были обращены только на врагов Отечества, на антивоенный лагерь, на этих западников, американских шпионов, и поэтому это даже и не репрессии толком. Репрессии, не репрессии, так сказать. Вот, ведь сторонников войны никого не трогали, ни Киркина, ни Пригожина, да, значит, хотя они их там очень критично относятся к многим действиям руководства, их не трогали. Одна из причин, почему их не трогают, именно потому что не хотят лишиться остатков социальной базы, не хотят показать этим патриотам, что да, у нас точно диктатура, Навальный все правильно говорит. Вот, и если сейчас с Поповым это вот проделать, то да, это может быть поможет, строго говоря, в аппаратном смысле слова, то есть желающих повторить подвиг Попова может не найдется в аппарате. Но это, повторюсь, это будет способствовать резкому ухудшению качества восприятия власти в лояльных группах населения, то есть социальная база режима будет уменьшаться, будет сокращаться. Все воспримут это как доказательство того, что Путин не о деле заботится, а всего лишь о своей власти. Вот ведь как. Абас, ну вот пока мы говорим, и раз уже заговорили про Путина, он тут прямо сейчас выступает на форуме будущих технологий, и он внезапно решил вспомнить 37-й год. Я сначала даже подумал, ну все, сейчас в чистке, но нет, это было про другое короткое видео, давайте вместе посмотрим. Ну вы, я бы хотел сказать, вот в 37-м году Мухиной была представлена композиция «Рабочий колхозница», это были символы того времени, 37-го года. Хорошо вы вспомнили именно об этом. Да, спасибо. Ни о чем-то другом из 37-го года. Да, ну мы позитивные, у нас позитивные. Ну они там, конечно, все очень позитивные, но тем не менее, Путин часто вообще про 37-й год думает? Как вы считаете, вот эти чистки в армии не назрели еще в голове Владимира Владимировича? Ну сейчас, конечно, он постоянно об этом думает, потому что у него ведь стандартная реакция на любую проблему – это закручивание гайки. Он на протяжении всего своего правления занимается ровно этим. Другое дело, что он до последнего не был… То есть он закручивал их, да, но не сильно, не до конца. Ну то есть такие масштабные репрессии в духе Сталина, он уж теоретически мог организовать, но он до начала войны, в принципе, этого не делал. То есть репрессии были, но они носили такой локальный характер. До 19-го года, вот до момента, когда… Ой, извините, до 21-го года, когда Навальный прилетел и были протесты, связанные с его возвращением, до этого, ну, рядовых участников протестов наказывали редко. Были такие прецеденты, но и московское дело было, но, в принципе, их было немного. Когда Навальный прилетел в 21-м году и были протесты, тогда, да, многих уже сажали, преследовали рядовых участников. Вот было видно, что уже репрессии начинают приобретать массовый характер. Ну, опять, все равно, по сравнению со сталинскими масштабами, они все-таки не… ну, не сталинские, да. То есть отдельные элементы сталинщины уже есть. Вот дело Москалевое, допустим, да, отца лишили ребенка отцовских прав просто из-за детского рисунка. Вот, вполне сталинская уже история. Но, повторюсь, масштабы не те. И поэтому Путин, вот он, значит, ну, он повышал градус репрессивности, но постепенно, не так, чтобы, знаете, там вот сразу взлетело. Значит, ну, а сейчас, по мере ухудшения ситуации, с точки зрения общественных настроений, общественного мнения, популярности рейтингов просто протестных настроений, ситуация, конечно, становится все хуже и хуже. И он вот на это, ну, реагирует путем закручивания гаек. Поэтому, вот если он до сих пор масштабы там все-таки такие сталинские, это все не приобретало, то теперь, в принципе, ну, вполне возможно, что в этом направлении мы двигаемся. Повторюсь, потому что до сих пор Путин всегда реагировал на все это однообразно, повышая градус репрессивности. Так что, да, Путин об этом думает. И просто потому, что ничего другого он, по сути, не умеет. Вас, ну вот мы знаем про еще одну реакцию Владимира Путина, тоже стандартную, он не придерживается с самого начала своего правления, никогда не идти на переговоры, не выполнять требования тех, кто ему пытается что-то навязать, ну, по крайней мере, публично. И вот есть два столпа, которые сейчас это подтверждают. Это, собственно, Шойгу и господин Герасимов, глава генштаба, как их называют турбопатриоты, фанерные и муму. Так вот, что должно случиться, чтобы вот эти два столпа-то кипали? Потому что Пригожин не справился, сейчас еще одного неугодного генерала отправили в опалу. Что должно произойти, чтобы все-таки отказались не от, действительно, вроде как, судя по тому, что происходит на фронте, довольно эффективного военачальника, а от вот тех самых Шойгу с Герасимовыми? Ну, строго говоря, он уже сейчас должен, вот смотрите, есть два аспекта у этой проблемы. Вы упомянули один, вот это его, давайте назовем ее, это составляющий имиджей. Он, вот для того, чтобы поддержать свой имидж вот такого крутого мэна, который не прогибается, да, он, да, вот действительно там под давлением, типа, я ничего не делаю. Вот, но в данном случае эта составляющая, она на самом деле, объективно, должна быть вторичной, должна уйти на задний план, сейчас не до имиджа, потому что гораздо более важной, сущностной, для него важной, сущностной составляющей является, ну, ситуация на фронте. Ведь понятно, что после всего того, что произошло, репутация Герасимова и Шойгу в войсках, в армии, ну, она нулевая, да, и вот этот протест Попова это подтверждает. Значит, это люди, которые уважают силу, которые, понятно, не уважают трусость. А в ситуации с Пригожиным Герасимов и Шойгу вели себя как буквально в смысле слова трусы. Вот без привлечения Пригожин, значит, гоняется за ними по всей стране, они от него в Ростов, в Москву, потом вообще куда-то рассосались, там неделю их найти не могли, да, одного недели, другого, две недели. Значит, понятно, что в армии у них репутация теперь нулевая. А как, слушайте, управлять войсками-то, если у тебя, ну, вот если тебя вообще не уважают, если тебя презирают твои собственные подчиненные? Ведь ты же должен этих людей отправлять на смерть каждодневно, это же война, это же не учение. Вот. И с точки зрения самого Путина, для того, чтобы управляемость войсками хоть какую-то сохранить, он сам должен сейчас, на самом деле, забыв про все свои имиджевые заморочки, бежать впереди паровоза и менять этих людей. Но пока что-то не делает этого, то есть опять вот он, знаете, вот говорят, люди бывают, для которых важно быть, и бывают люди, для которых важно казаться. Вот в данном случае Путин, а ему даже не столько важно реально быть крутым, сколько важно казаться крутым, да, поэтому он по-прежнему имидж ставит на первое место, а сущностную составляющую ставит на второе место. Чтобы он их переставил местами, ну, не знаю, может, еще один там Попов должен появиться, может, два Попова, может, три, ну, когда уже совсем там армия начнет разваливаться, может, тогда уже до него дойдет, что хватит играть в крутого, надо круто действовать, не просто изображать, а, ну, надо решительные шаги предпринимать, вот. Но, может быть, он и не способен на это окажется, бог узнает, может, до самого конца будет, вот, еще и надувать, пока армия не развалится окончательно. Ну, в общем, Путин у шашечки, а вам, вас хорошо доехать, спасибо, что были у нас в эфире. Спасибо, что смотрели это видео, посмотрите другие видео на нашем канале, поставьте нам лайк и подпишитесь, если вы еще почему-то этого не сделали, это помогает нашему контенту расти и разрастаться, а это значит, что у вас будет еще больше новых видео, которые вы хотите посмотреть.